Ребята, всем привет! Вы на канале Восстановление Файлов и в этом видео обзоре протестируем программу Hitman Fat Recovery на восстановление видео и фото после форматирования. Я вот подготовил здесь две папки. В одну папку я закинул два видео файлов, в другую две картинки. Так, сейчас давайте первым делом подготовим нашу флешку. Так, закидываем эти две папки на флешку. Вот таким вот образом. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас лежит. Вот два видео файла в формате mpg4. Так, и две картинки в формате jpeg. Вот так вот. Так, ну и теперь давайте ее отформатируем. Давайте, ребят, в этом видео обзоре проведем быстрое форматирование, а в следующем тогда протестируем уже на более глубокое форматирование. Так, жмем начать. Соглашаемся. Есть, форматирование завершено. Сейчас давайте еще раз зайдем повторно в нашу флешку и видим, что она полностью была очищена. Так, ну и теперь непосредственно запускаем саму программу. Так, есть. Здесь первым делом выбираем нашу флешку. И смотрите, ребят, если после форматирования, то нужно выбирать вот этот вот второй параметр, полный анализ, потому что быстрое сканирование попросту не даст никаких результатов. Так, и да, я забыл сказать, что данная программа работает только с FAT-носителями. То есть, если нужно восстановить информацию жестких дисков, то для этого нужно будет скачать другую версию программы. Так, ну, жмем далее. Все, процесс сканирования запущен. Сейчас дождемся его окончания. Занимает он по времени где-то около 10 минут. Ну, плюс-минус пару минут. Ну, здесь, конечно же, все еще зависит от размера самого флеш-накопителя. Флешку на 8 гигабайт где-то примерно 10 минут. А, ну, кстати, да, вот здесь вот времени осталось. Вот, показывает 9 минут. Так, как видим, уже найдена одна папка, несколько файлов. Ну, файлов, конечно, скорее всего, она найдет больше, потому что до этого я тоже снимал какие-то видеообзоры, опять же, удалял, форматировал, поэтому файлов должно найти больше. Ну, в общем, ладно, давайте дождемся окончания этого процесса и посмотрим, что у нас получится. Итак, друзья, процесс сканирования подходит уже к завершению и скоро мы сможем увидеть результат. Так, процесс анализа завершен. Нажимаем готово. Так, и что мы здесь видим? Так, два видеофайла, как видим, найдены. Так, и скорее всего, что в папке 6 у нас восстановлены фотографии. Да, друзья, смотрите, так и есть. Ну, сейчас давайте попробуем, выберем две папки. Так, сейчас я выделю папку номер 6 и папку номер 138. Так, и просто жмем «Восстановить». Я выбираю «Сохранить на жесткий диск». Жмем «Далее». Путь пускай остается по умолчанию. Здесь обязательно не забудьте поставить галочку «Восстанавливать структуру папок» для того, чтобы файлы были восстановлены именно с папками. И жмем «Восстановить». Есть все, восстановление завершено. Жмем «Готово». Теперь программу можем закрывать. Так, переходим в папку теперь с восстановленными файлами. И давайте теперь сравним восстановленные файлы с оригиналами. Так, это у нас восстановленные, это оригинал. Так, значит, оригинал у нас весил 265 килобайт. Восстановленный файл тоже 265 килобайт. Здесь у нас 253. И со вторым фото, как видим, тоже все у нас аналогично. То есть, друзья, качество картинок совершенно не утрачено. Папки свои оригинальные имена, конечно же, потеряли. Но, тем не менее, повторно вам все равно не придется ничего рассортировать. То есть, если, допустим, вот эти две фотографии находились в одной папке, то также они вместе с этой папкой и восстановились. Единственное, просто потом после восстановления поменяете, опять же, название папок. И на этом все. Так, давайте сейчас проверим еще видео файлы. Так, восстановленный у нас весит 37,6 мегабайт. Оригинал. Тоже 37,6. И второй файл 27,4. 27,4. Друзья, как видите сами, программа минимум справилась на 9 баллов. Один балл я могу отнять только лишь за то, что были утрачены оригинальные названия папок. Всю остальную работу программа сделала просто на высоте. Друзья, у меня на этом все. Надеюсь, данный видеообзор был полезен. Кому-то поможет. Ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что впереди еще будет много тестов различных программ по восстановлению файлов. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok